ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наступление, да, мы чисто один куплет споем. Лучше бы я хотел, чтобы все вместе спели, а то как-то... АРАБАЙ ВАЙ 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 Характер человека складывается по той местности, где он находится и где родился. Хоть мы родились на армянской земле, корни наши, но находимся на земле Марийска, на земле Анарам. Но мы сохраняем здесь свои традиции, обычаи. И осенью обычно проходят свадьбы. На свадьбах представляют традиционное народное блюдо такое, гапхама называется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зачем армяне делали гапхаму? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И чтобы они были дружно, мирно, туда еще добавляем мед. И при этом армянские блюда означают, что миру желаем мира, чтобы они жили хорошо и дружно. Вот сейчас мы будем готовить. Его надо слоями делать, чтобы вкусно было. Готовится осенью, в период свадеб. И чтобы в семье был достаток, и чтобы эта семья жила дружно и с верой, с любовью. Это блюдо, обычно, как мужчины, когда готовят, они готовят от души и любовью. И любое блюдо, чтобы было вкусно, надо относиться к любовью. И при этом будет оно и вкусно, и полезно. То есть армянская кухня, она богатая, древняя она. И когда я приехала в Шкар-Алу учиться, угощала своих друзей, допустим, фасоль, яичницу из фасоли с ручковой, яичницу из листьев свеклы. И спрашивают, а это полезно? То есть все то, что вкусно, то полезно. В армянской кухне все блюда вкусные, поэтому все полезные. Меда добавляем, чтобы мир был мирный. Сливку добавляем, чтобы вкусно. Добавляем масло, потому что все вы знаете, что каша маслом не испортит. Будет еще вкуснее. Вот, мы заворщались, сейчас в печку положим, тундир. И будет готовиться, ну, где-то в среднем 30 минут. Ну вот, сейчас отправляем наш гапама тундир. И тряпками закрываем, чтобы туда в воздух не попал, не горел, чтобы томился своим. Вот, сейчас будет он томиться полчаса. Через полчаса посмотрим и вкуснятие попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня в руках народно-армянский музыкальный инструмент. Называется он шви. Сделанный он из абрикосового дерева. Это ручная работа. Но скажу сразу, почему именно абрикос, то есть и вообще и дудук делается, и шви из этого дерева. Потому что именно благодаря абрикосовому дереву у него звук такой насыщенный, глубокий и проникновенный. Это наш национальный хлеб, лаваш, который мы готовим к специальному рецепту. Это очень трудно в тундире стряпать. Но все равно у нас женщины стараются все уметь это. Потому что нас учит это детство. Это самый вкусный хлеб в мире, мне кажется. Потому что мы этим родились. Она на самом деле очень вкусная. И из лаваша можно готовить разные блюда. Как мы знаем, шаурмулю, ля-кебаб идет с лавашом. Плоп готовим внизу, мы ставим обязательно лаваш. Так что без лаваша у нас в жизни нет. Самый лучший хлеб. Она долго месяца в тесто, чтобы не рваться. Очень тонкий. Чем тонкий, тем лучше. Ложится в таком подушке. И мы идем теперь стряпать тундири. Тесто надо месить очень долго, чтобы оно не рвалось. Еще от этого зависит все. И здесь есть как бы на глаз мы кладем все. Вода, соль. Но все равно здесь надо иметь все свой вкус, чтобы было очень точно. Из лаваша сделаем еще горячее блюдо. У нас есть домашний с сыром, с лавашом. Очень вкусное блюдо. Панышхаш называется. Бабушка, дедушка, мама. Все уж у нас это должны, мы должны это все знать. Это такая система, когда мы стряпаем, должна у нас, чтобы тундир был сильно горячий. Чтобы стены были горячие, чтобы лаваш не упал. Из-за этого с петянами сильно держим, водой брызгаем. Сильно держим и сильно хлопаем сюда. Она быстро готовится и все, уже достаем. Ну, это такой хлеб, что можем даже годами держать сухой. У нас есть холодные места. Друг на дружку положим. Сухой совершенно, не намочиваем. И так уже потом, когда надо, принесем домой. Водой брызгаем и уже можно. Водой брызгаем и уже можно. Тыква готова, его уже можно попробовать. КОНЕЦ! 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 Приезжают к невесте, обязательно приезжают, готовят готу, мама готовит готу и приезжает к невесте. То есть это сопровождается в танцах уже, заходят в дом невесты и также в танцах это все проводится и дарят невесте готу. Готовили в древности для воинов с собой, значит это тоже не портится, как и хлеб лаваш тоже не портится. Это конский щавель, вот с наступлением весны собираем конский щавель, ну на армянском языке это авый лук. То есть плетем вот такие косички, сушится это, это в Армении, значит традиционно, но так как мы сохраняем свои традиции, свои обычаи, мы здесь тоже находим все эти травы. Вот потом в сушеном виде, но замачивается, потом горечь уходит, вот это все, готовим вот такой салатик, так скажем, очень вкусный и полезный салат. Вот здесь у нас борщевик, ну фасоль стручковую тоже уже многие, вот значит стручковая фасоль выращивают здесь на Марийской земле также, что армянский народ очень любит употреблять в пищу. Маринуют, жарят яичницу, готовят яичницу. Борщевик, значит с наступлением весны также мы, значит на обочинах Шая Кузнецова есть такой населенный пункт, где мы там, значит собираем борщевик. Молодые, молодые вот эти створочки и маринуем. Когда молодые, они не ядовиты, мало там, но тоже полезными свойствами, качествами обладает борщевик. Во всем мире все кухни одинаковые, просто названия каждого кухни разные. И я хочу желать во всем мире, чтобы мир, удача и все люди встречались за круглым столом, за обедом, ужином. И желаю всех наших зрителей здоровья и мира. В народе национальности нету. Человека нельзя разделять по нации. Человек, он есть человек. Если он хороший, то он хороший. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ